Уже несколько лет в Государственной Думе бродит идея ювенальной юстиции, ювенальной системы. И все это время коммунисты из-за всех сил стараются не пропустить ее. За последнее время власти изменили свою тактику. Они уже не применяют законы слова «ювенальный». Но от этого все законы не меняются. Суть довольно проста – разделить семью, противопоставить детей родителям. Дети против родителей. Конечно, родители бывают разные, есть, которые пьют, не заботятся о детях. Но для этого у нас достаточно в стране законов и миллионы чиновников, которые должны следить за соблюдением этих законов. Другое дело – это родители безработные, бедные, у кого зарплата низкая и сверхнизкая. Они не могут постоянно покупать детям дорогую хорошую еду, модную одежду, давать деньги на дискотеку, образование. Они не могут постоянно покупать дорогие игрушки. И вот против них, в первую очередь, и будут направлены новые законопроекты о ювенальной юстиции. Вообще, ювенальная юстиция означает правосудие для юных. Как бы вот защиту детей. Но слово «защита» понимается очень и очень широко. И сегодня, когда у нас 60% семей, ну, живут по доходам на человека чуть-чуть выше прожиточного минимума, а еще 23% вообще за чертой бедности, практически в каждую семью можно войти к чему-то привязаться и наказать детей, и забрать детей из семьи. Мы, депутаты фракции КПРФ, проводили депутатские слушания, так они называются, и приводилось очень много примеров по всей стране, когда забирали органы опеки детей и семей вполне нормальных, где родители не пьют, где родители ведут нормальный образ жизни, но они бедны. Такие примеры есть и в Нижнем Новгороде, и в Тамбове, и в Москве, и в Московской области, и в Ленинграде, и в Дзержинске. У меня вот здесь книжка, так вот половина этой книги, как раз материалы этих слушаний, и здесь масса-масса официально приводится примеров. То есть она под спуду ювенальной юстиции уже полностью протаскивается. Надо учитывать, что ювенальная юстиция и наказание коснутся не только бедных семей, они могут коснуться и средних, и даже зажиточных. А вот у меня есть бизнесмены, которые практически все время отдают своему бизнесу. Так вот к ним тоже можно привязаться и сказать, что недостаточно внимания уделяют своим детям. И это будет вполне хватать, чтобы ребенка из семьи забрать. То есть можно будет под законом о ювенальной заботе сводить счеты между собой. Сводить счеты между собой. В мае 2009 года депутаты «Единой России» и «Справедливая Россия» внесли в Государственную Думу законопроект. Там изменения в закон о защите детей. И там предлагаются очень довольно страшные меры. Например, родители, которые не выполняют своих обязанностей, или не выполняют их в полном объеме, как бы сказать, некачественно, но к ним могут приниматься меры принудительной работы 240 часов, исправительной работы в течение года, завести уголовное дело и лишить свободы до трех лет. Кроме того, там предусматривались меры и против педагогов. Вот ребенок срывает урок, не дает другим детям заниматься, замечания ему сделать практически нельзя. Если учитель какие-то замечания начнет делать, то против него тоже могут быть репрессивные меры применены. Штраф до 100 тысяч рублей. Или тоже исправительные работы до года. Или в суд, или посадить могут, ну лишить свободы в тюрьму до трех лет. Или запретить заниматься определенной видой деятельности, конечно, педагогической, до пяти лет. Спрашивается, ну кто после этого пойдет работать в школу? Кто после этого будет учить наших и ваших детей? Мы, коммунисты, не только против юридической инвестиции, но мы разработали довольно широкую программу. Вот я снова показываю эту брошюру, у меня половина этой книги. Программа КПРФ по защите семьи, материнства и детства. Мы ее передали и президенту Медведеву, и главе правительству Путину. И неоднократно доводили отдельное положение до голосования в Государственной Думе. Программа хватает широкий круг вопросов. Конечно, прежде всего нужна нормальная работа и нормальная зарплата. Но кроме того, у нас много предложений по изменению сути материнского капитала, чтобы не только при рождении второго ребенка его получали бы, а третьего, четвертого и последующих. И чтобы не только этот капитал был виртуальный, его нельзя как-то снять со счета и использовать на немедленную помощь свою ребенку или матери, а чтобы деньги тут же перечислялись на счет семьи. И семья сама могла решать, на что ей необходимо эти деньги использовать. Вопросы, связанные с компенсацией оплаты в детских садах, выделение бесплатного жилья, а тут те, кто взял кредит, значит, скажем, при рождении первого ребенка, если один ребенок в семье 25% погашает, два ребенка 50%, а три ребенка 100% кредита погашает. Ну и так далее, и так далее. Есть еще целый ряд предложений, связанных с отдыхом детей, ребенка и матери, с лечением. Как правило, единородцы говорят, а у нас нет денег. Ну это, конечно, смешно, когда начался кризис, практически сразу они нашли 5 триллионов рублей, чтобы помочь своим банкам. А тут выходит на детей, на семью, денег не бывает, денег у них нет. Конечно, это ложь. Наша позиция, позиция КПРФ однозначна. Семья – это высшая ценность государства. И укрепление семьи должно быть не только заботой родителей, но и заботой власти. Продолжение следует...